В добровольно-народной дружине при Барвихинском отделе полиции состоят 27 человек. Три раза в неделю совместно с инспекторами патрульно-постовой службы, участковыми, свободно от учебы или работы время, дружинники осуществляют охрану общественного порядка. Из раза в раз подтверждая свою эффективность. Только за 2018 год было проведено 158 таких совместных мероприятий. Всякое было у нас на поселке. Безобразие я имею в виду. Сейчас, знаешь, такого я не вижу, чтобы где-то что-то такое случилось. Редко-редко было, сразу вызываю. Или полицию вызываю. Нет ничего такого. Ребята молодые, которые ходят по поселку. Я, знаешь, давно не знала, что это такая есть организация. Спектр деятельности дружинников весьма широк. Это патрулирование улиц, участие в профилактических рейдах, помощь в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий, работа с неблагополучными семьями, предупреждение о предотвращении мелких хулиганств, драк, уличных краж, угонов. Следить за обстановкой поселений полицейским и представителям ДНД помогает ситуационный центр. Мы находимся в ситуационном центре администрации сельского поселения Барвихинская. Этот ситуационный центр был создан для обеспечения безопасности на территории сельского поселения Барвихинская и передан безвозмездное пользование нашей местно-общественной организации добровольной и народной дружины сельского поселения Барвихинская для обеспечения ее работы, мониторинга ситуации и помощь отделению полиции Барвихинской для пресечения всех нюансов, беспорядков. У добровольного помощника полиции есть специальная форма и отличительные знаки. Одним из первых на призыв вступить в ряды добровольных народных дружин откликнулся житель Барвихи Андрей Лисов. Я был не с самого начала, но почти с самого начала. Как только про это узнал, сразу вступил и даже еще привел несколько человек с собой. Дело все в том, что у нас в дружине, скажем так, преемственность поколений. То есть у нас есть и пожилые люди, которым за 80, да, бывшие военные в том числе. У нас есть и средний возраст такие, как я, и есть совсем молодые ребята, которые после армии пришли или чуть постарше, под 30. Осуществляем совместно с полицией мы различные рейды по нарушителям правопорядка, лицам, употребляющим алкоголь и напитки в неустановленных местах, также по выявлению лиц, которые здесь незаконно находятся. В состав общественного объединения вошли неравнодушные жители поселения, среди которых есть и предприниматели, и бывшие военные. Самому опытному дружиннику 82 года, а самому молодому 22. Полицейские регулярно проводят встречи с членами ДНД, на которых обсуждают оперативную обстановку в поселении и координируют дальнейшую деятельность.